Слава нашему Господу, Творцу неба и земли. Я принимаю Божие благословения на сегодняшнее слово. Посмотрела жуткий фильм в объятиях лжи. В одиночестве. Патрагедия одиночества. Как люди сходят с ума от одиночества. Я теперь понимаю, для чего Бог говорит это, потому что Он хочет доказать, что церковь Его признана для того, чтобы не было одиноких людей, чтобы люди не страдали. Вместе у них любимину во славу Божию, во свидетельство о том, что я не собираюсь служить дьяволу. Я не собираюсь улгать здесь. Я ищу истину и рассуждаю по слову. Вчера было ровно восемь месяцев, как я говорю, изо дня в день с небольшими перерывами, когда у меня были ночные смены. На прошлой неделе у меня были ночные смены, пятничные смены. Но Бог дал, и я говорила. Как для меня это было достаточно много. Потому что нужно было и выспаться тоже. Но, слава Богу, с Божьей помощью я и поработала вроде нормально и проповедовала. Если где-то я заблуждалась, то Бог откроет. Я покаюсь и извинюсь, если кого-то обидела. Да. Но этот фильм меня, конечно, многому научил, что нужно прощать, нужно терпелимым быть и не раздражаться. Гнев не творит правды Божьей. Сегодня у меня был сон о том, что я размышляю. Я говорила, что у меня проблемы с моими родственниками, которыми я делала добро безвозмездно, была без работы. Они не считали нужным меня, так сказать, жалеть. Почему? Ну, в общем, доказательства того, что людям нужна рабочая дешевая сила. Вот. На подхвате, так сказать. То есть кому-то нужно, вдруг что-то случилось, нужно что-то выполнять. Ну, особенно моя работа связана была с детьми. Кому-то помочь с ребенком посидеть, посидеть, кому-то завести ребенка. В Краснодар возила племянника. И это все доказательством того, что я входила в чужие домы, и никто меня не обвинял, что я что-то чужое брала. Я благодарю Бога за это. И благодарю Бога за мою мудрую подругу в Харькове, которая меня принимала. И говорит, Лиля, я тебя проверила. Я ушла из дому, а ты даже шкафом не открывала. Ну, я ищу Бога. Я молюсь, я ищу, потому что только так можно делать и добро, и помочь людям. Написано, что твоя сила сидеть спокойно. Ну, я благодарна Богу за всех моих подписчиков. Уже смотрю, больше стало постоянных зрителей у меня. И я благословляю всех, кто ищет истину. Кто утвердился в том, что Бог спасает всю землю. Богу нужны все люди. Бог вложил истину во все религии. И вот сегодня опять буду говорить по Корану. Что я могу сказать? Просто то, как я начала сегодня это учить. Перед этим скажу, что мне приснился сон. О том, что якобы у меня моя мамочка приснилась мне. Вот. Что якобы у меня огромный какой-то мозоль на руке надувается. Так он надулся, надулся, надулся и лопнул. И мама смотрит на этот ужас. Такой огромный такой шарик, где-то семь сантиметров в диаметре. Вот. И мама перепуганная или не знаю. Говорит, Лиля, что ты наделала, как она умела всегда делать? И в общем, ну, мне Бог показывает, что это твои чистые руки. Тебя трудилось, и тебя еще обвиняли в том, что ты на что-то чужое посягаешь. Лопнул этот мыльный пузырь, говорит мне Бог. И вот свидетельство, что ты передо мной святая и чистая. Да. Господь может делать людей чистых, святых. Я не знаю, сколько их таких на земле. Написано, что семь тысяч человек Бог сохранил для себя. Другая информация идет о ста сорок четырех тысячах, которые якобы не имели близости с своими женами. Жены есть, в принципе, но получается чистота, я так понимаю, правильники. Вот. Значит, мы должны верить, что в людях видеть добро. Понимаете? Об этом тоже много информации, что ты подозреваешь человека во зле. Значит, у тебя в сердце зло. Как у меня получается наоборот. Я доверила человеку огромную сумму денег. Я верила в нее. Казалось, что она эфиристка. Получается, вот свидетельство, что я верила в добро. Верила. Вот. Ну и что сегодня у меня интересное произошло? Я читала Коран и почитала странную такую фразу, по которой я просто определила, что имя человека, который благовествовал Мугамеду. То есть, который сказал, что он будет пророк. Вот. Я не знаю, здесь пишется об этом, не пишется, но акцент на этом не делается почему-то у мусульман. К сожалению, потому что так бы мы ближе подошли к истине. К сожалению, это не делается. Обидно, конечно. Пятая сура, трапеза, 103 аят, говорит о том, что Аллах не распоряжался относительно бахиры, саибы, васыли и хами. Но неверующие возводят навет на Аллаха и большая часть их не разумеет. Но тут идет речь о животных, которые... Абу Адель говорит об этом. Не устраивал Аллах, не устанавливал в своем законе почитание. Аллах не подписывал многобожникам того, что они сами измыслили. Они стали почитать некоторые свои животные и посвятили их своим идолам, отказавшись пользоваться их мясом, молоком. Не бахиры. Бахиры это самка, которая отличилась своей плодовитостью. Не саибы. Саибы это самка, которая посвящалась идолам и свободно паслась. Не васыла. Васыла это самка, которая рожала подряд несколько самок. Не хами. Это самец, от которого произошло большое потомство. Но те, которые стали неверующими, измышляют на Аллаха ложь и большая часть их не разумеет, не отличает истину от лжи. Вот такое объяснение Абу Адель. Теперь есть объяснение Ас Саиди Ибн Кассира. Есть объяснение Длине. Но благодаря этой информации я нахожу имя кого? Кто такой Бахиры? Читаю. Сергиус монах. Арабская. Фигурирующий в исламских источниках. Сирийский монах Несториан. Кто такие Несториан? Несторианство. Это многозначный термин, используемый в христианском богословии и истории церкви, как обозначение нескольких взаимосвязных, но отличных по доктрине учений. Первое значение этого термина связано с диафизитским учением христианского богословного истории. Умер около 450 года, который продвигал определенные доктрины в области христологии и мариологии. Да, христология понятна. Мариология это раздел догматического богословия в католической и претестантской теологии, касающейся Девы Марии. Некоторые православные богословия подчеркивают разницу между западной мариологией и восточной театрологией. Вот мариология. Да. Учение самой Несториан было осуждено, как ересь, на Эфесском Третьем Вселенском соборе в 431 году. А о чем его учение? Главный богословский принцип Несторианства состоит в том, что оно признает полную симметрию богочевичества Христа в едином богочевеческом лице Христа с момента зачатия. Неслитно соединены две кномы реализации природы ипостаси. Неверный перевод. И две природы Бога и человека. Воля Несторианстве, в отличие от халкидонского православия, католицизм считается свойством лица, а не природы. Аминь. И не свойством ипостаси. Поэтому в Несторианстве признается одна богочевеческая воля Христа, состоящая из двух согласных между собой воли. Божественное человечество. Отличное учение. В то же время, как и в халкидонских церквях, различаются действия во Христе. Одни действия Христа. Рождение от Марии. Страдание смерти на Христе. Несторианство относится к его человечеству. Другие божества. Две природы. Две кномы в одном лице и одной воли Христа. Мар Бай Великий. Однако, стоит отметить, что в Несторианской христиологии Ассирийской церкви, столько именно Бог Слова, вторая кнома Святой Третьей, имеющая лицо сыновства, соединила человечество своему лицу и сообщила это лицо человеческому существу. Таким образом, лицо сыновства стало лицом зачатого преснодевая. Человек, в образе которого явился Бог Слова, никогда не существовал и не мог существовать ни единства. С ним. В самый момент зачатия человеческая природа восприняла лицо сыновства. Поскольку, согласно Несторианству, рождение от особо почитаемой церкви Востока Владычицы Марии имеет отношение только к человеческой природе Христа, но не к божественной природе. Отличная теория Несторианства. Прекрасная. Термин Богородица в догмунитических стечениях Несториана считается богословски некорректным и допускативным только соговорками. Несторианство особо подчеркивает важность подвигов Христа как человека. Человеческая и божественная природа Христа до крещения не полностью соединены, а только находятся в теснейшем соприкосновении. До крещения на Иордане Христос, как обычный, хотя и праведный человек, в совершенстве исполняет иудейский закон, во время крещения получает благодать Святого Духа, приобщается на горе Фаор, страданиями смертью на кресте выполняет совершенное послушание Богу. После чего силой Бога воскресает, что становится победой над смертью, и смерть является главным посредством грехоподнения Адама. Вот. Кстати, основным противником истории, как и ранее Иоанна Златоуста, был архиепископ Александрийский Кирилл. Вот. Значит, о чем я хочу сказать? Чем я здесь занимаюсь? Я разрушаю лжеучения. Логика подсказывает, что, конечно, Мария не могла быть Богородицей. В принципе, она могла только родить человек. Поэтому Бог и послал Магомеда. И через этого нестарианского проповедника Бахира, который, персонаж мусульманского предания, пишется о жизни Магомеда. Христианский монах из сирийского города Босров. Около его жилища часто останавливались мекканские караваны, направлявшиеся в Дамасске обратно. Однажды Абуталиб, дядя будущего пророка, взял с собой торговую поездку маленького племянника Мухамеда. Когда караван Абуталиба остановился у дома Бахира, этого монаха, тот по движению облаков, солнца и ветвей и деревьев определил, что мальчик будущий пророк. Вот о чем идет речь. Вот. И когда мы начинаем говорить о мусульманстве, то нужно начать с того, кто ему пророчествовал. То есть пророчествовал христианин, понимаете? Еще и нестариан, который воевал с лжеучениями, и Нестор был объявлен еретиком. Ну, извините, вот так устроена жизнь. Я тоже еретик церкви. Мне тоже церковь выгнали за веру в реинкарнацию, как говорил оригин, предсуществование душ. Вот. И, конечно, поэтому не отрицает Бог полностью, как рассуждает почему-то мусульманин, что все нужно перечеркнуть. Нет. Такого делать нельзя. Вот. Потому что, извините, если золотая истина о том, что не желаете ближним от того, чего сам себе не желает, то никто не должен был убивать. И мусульмане тоже не имеют права убивать. А говорить о таких вещах тоже вредно для здоровья. Вот. Поэтому, когда я читаю в Википедии, что якобы... 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 Ислам полностью отрицает пришествующие учения Писаний. И якобы... Ну да, конечно, для этого был карандант, чтобы исправлять ошибки. Я чётко читала о том, что троица... Не говорите троица. Это вредно будет, да? Было такое? Было. Так же само речь идёт о Иисусе, что это не Бог, да? Что это посланник, это человек, понимаете? И так тоже нельзя говорить. Вот. Но нельзя сказать, что весь закон отменил Бог, не изменял Бог закон. Как было десять заповедей, так и остаётся десять заповедей. И эти заповеди каждая важна и каждая имеет значение. Вот. Важное для того, чтобы устанавливать отношения между людьми. Вот. И поэтому... Поэтому дальше ищем истину, и Бог нас будет благословлять за единство всех религий. Я принимаю хлеб и мину для того, чтобы дальше жить проповедовать Слово истины. Слово Божие. Аминь. Мы предписали и в нём душа за душу, око за уко, нос за нос, ухо за ухо, зуб за зуб, за раны возмездия. Это слово из Библии, правильно? Ветхизия. Но если кто-нибудь пожертвует этим, то это станет для него искуплением. Тем же, который не принимает решения в соответствии с тем, что не послал Аллах, является беззаконниками. Но если кто-нибудь пожертвует этим, то это станет для него искуплением. Мы предписали им в нём душа за душу, око за уко, нос за нос, ухо за ухо, зуб за зуб, за раны возмездия. Но если кто-нибудь пожертвует этим, то это станет для него искуплением. Те же, которые не принимают решения в соответствии с тем, что не послал Аллах, является беззаконниками. Вслед за ним мы отправили Иисуса, сына Мария Марии, с подтверждением истинности того, что было прежде неиспослано в Таурате Торе. Мы даровали ему инжилы в Англии, в котором было верное руководство, и свет, который подтверждал то, что прежде было неиспослано в Таурате Торе. Он был верным руководством и обещанием для богоязни. Посмотрите, 45 стих 5 суры Трапеза говорит о законе. Око за око, нос за нос, ухо за ухо, зуб за зуб. Потом говорится об Иисусе, который принёс благодать, то есть милость и прощение. Научил любить врагов, прощать, благословлять. Вот. И мы не имеем права мстить. Сейчас уже мы не имеем, уже другое время. Понимаете? И пусть люди инжилы в Англии судят согласно тому, что Аллах ниспослал в нём те же, которые не принимают решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются нечистивцами. Аллах ниспослал в Англии. Единый Бог, Творец. Нет такого, понимаете, что у мусульман один Бог, у Христа другой Бог. Это всё единый Бог. Понимаете? Имя другое. Вот. И Бог говорит в Коране. Он разъясняет. Я же объяснила, что Коран это разъяснение уже. Я читала, а сама уже сколько говорю об этом. Пусть люди инжилы в Англии судят согласно тому, что Аллах ниспослал в нём. Вот. Бог обращается. Читайте Евангелие. И Он об этом говорит в Коране. То есть, когда сейчас, ещё до сих пор рассуждают, что нужно, что всё, что было, вы понимаете, это как перечеркнуть слово великого Бога, святого Творца, который даёт от начала. Запомните, пожалуйста, кто мусульманин, кто может меня слушает, кто ещё не знает Иисуса. Не делает так Бог. Коран для разъяснений. И есть золотое правило, о котором уже говорилось и до Иисуса. Во многих открывалось. У греческих философов эта истина открывалась. Не желая ближнему того, чего не желаешь самому себе. То есть золотое правило. Мораль. Понимаете? Ничего не поменялось. Всё остаётся так же самое. Понимаете? Милость. Бог ваш милостивый написан. Милосердный. Правильно? Значит, вы должны наследовать Бога. Не убей. Не христианина. Не иудеи. Не убей. Это грех. Это большое зло. Читайте. Читайте Коран. Углубляйтесь. И не перекручивайте истину. Бог милосердный и великий. Я не суючусь. Я последовательно читаю. Мне вот Бог открывает прекрасную информацию о том, кто благовествовал вашему пророку Мухаммеду, нашему пророку, да? Сербию с монахом. Он был христианин. Он был нестарианин. Воевал тоже с лжеучением. И Коран был дан для того, чтобы не меняли Слово Божье, не прибавляли, не было лжеучений. А в Библии, если достаточно глубоко изучать, то там всё есть. Там переводы, если там неправильно, то не потеряешься всё равно. Бог очень мудро сотворил Своё Слово. Я обращаюсь к тем, кто хочет воевать. Покайтесь. Ибо время судово приблизилось. Всем Божьей благодати. Познание истины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok